Ради Бога, трубку дай, ставь бутылки перед нами и наездников взывай с закрученными усами, чтобы хором здесь гремел эскадрон гусар летучих, чтоб на небо возлетел я на их руках могучих. Телекомпания «Каскад» представляет вашему вниманию просветительский проект «Колесо истории». В эфире программа «Колесо истории». И вновь по традиции я с радостью представляю вам тех, кто оказал нам честь прийти сегодня на передачу. Я опять нахожусь в сложном положении, потому что сегодня участник один. Группа лицей. Анастасия Макаревич. Изольда Ишханишвили. Елена Перова. Каждому из нас, наверное, интересно знать, что же такое скрывается под маской великих звезд эстрады. Что там такое стоит, что в душе, что в голове. На лице понятно, фигуры идеальные, голоса звонкие, а что там внутри. Но мы не будем сегодня это выяснять, нам просто приятно поближе с вами познакомиться. В этой связи я предлагаю вам немедленно занять свои места в этих каретах «Первый заезд» на программе «Колесо истории». Путь кареты «Первый заезд» на программе «Колесо истории». Мы будем говорить с вами сегодня о вещах замечательных и о личностях замечательных. Мне бы очень хотелось, чтобы вы все приняли участие в нашей сегодняшней программе. Леночка, вам слово. Стоп. Стоп. Давайте смотреть. Желтая. Желтая. Совпало. Сто верст. Зеленая. Красная. Зеленая. Зеленая. Совпало. Зеленые и желтые получают по сто верст. Несколько раз на программе «Колесо истории» мы касались вопроса, связанного с великими битвами, с великими славными победами русского оружия. И в этой связи вспоминали великих генералов, фельдмаршалов, великих полководцев. Но время... Штука проходящая. Проходит все. И вот сегодня давайте попробуем поговорить вот о чем. Мы никогда не касались этой темы. Проходит. И старые, и седые генералы, и фельдмаршалы вспоминают былые дни, былые победы. Чем занимаются они? Чем занимались они? Редко говорили мы об этом, что называется, чем они занимаются на пенсии. На отдыхе. В отставке. Великие военачальники. На отдыхе. Значит, дело было так. Блюхин стоял здесь, в Констонгороде, вот тут. О, мы были где-то тут. О, господа, господа, имейте совесть, давайте разберем диспозицию. Но они будут стоять до последней капли Господа, я вот только чего не пойму Если все не хотели первыми взять этот самый Дрезден Какого черта мы туда вперлись? Интересно, не ты ли первый кричал? Ребята, вон Дрезден перед нами Возьмем да не отдадим его Жадина Гадина Давай этот Дрезден возьмем не на совсем, а на тесок другой У меня там адресок одной грядки имеется Так надо бы проверить, вот и проверили Да кто же знал, что этот подлец в Винцогороде Отпишет государю, что к тебе предали военному суду за нарушение дисциплины То без запреждевременное поперет его в Винцогороде Взятие Дрездена Ну не зря, говорят, царь не выдаст, Винцогорода не съест Да, хорошо, что государь сказал, победителей не судят Ну, с Дрезденом, кажется, разобрались А не вспомнить ли нам взятие города Парижа? О-о-о-о-о Да, Китц, боеприпасы кончились Так это дело пополнимое Вперёд, господа! Вперёд, сними, Отечество! Тоже исторический факт. Некий офицер, старший офицер, без спросу, но это как анекдот звучит, взял Дрезден. Между тем, Александр Первый не наказал его, ибо, как сказано, победителей не судят Вот вопрос, имя известнейшее, о каком офицере идет речь? У вас готова версия, да? Получики подсказывают только Давыдова, поэтому... Денис Давыдов? Да Вы? А у нас версия Алексей Петрович Ермолов Пожалуйста, я не возражаю, у вас? Давыдов Денис Давыдов Правильный ответ? Этим офицером был Денис Давыдов, который захватил Дрезден неожиданным налетом с пятьюстами казаками и гусарами Он дослужился до полковника Более того, в печати промельнуло сообщение, что ему присвоен генеральский чин И потом, поперек всего, армия, даже его недоброжелатели были, ну просто потрясены тем, что на следующий же день было опровержение Не дали ему генерала за вольность духа и так далее Денис Давыдов Весельчак, балагур, бритер Рубака-парень, поэт Из пивающих ковшами и сидящих в рук огня С красносизами носами на затылках кивера Вот эти строчки И послужат эпиграфом к следующему вопросу Быть может, подсказкой к правильному ответу, в котором будет эта маленькая сценка, которую вы сейчас увидите Господа, первый раз вижу, чтобы погреба на чердаке находились Зато вид какой! У меня тут один бывший канавир цельную неделю провел, еле выпроводил Да с такими боеприпасами я здесь готов хоть целый месяц безволожно сидеть Но ты, дока, знаешь, что взять Ведь именно об этом вине сам Пушкин писал Поднимем бокалы, санвинием их разом Выпьем с горя, где же кружка, сердцу стадит весель Вина кометы брызнул ток Это значит, они забыли охладить шампанское Тогда, пердон, из него газы так и прут О, господа, я видел, видел одного чудика в ресторации Он говорит, подайте мне под дичь это, которая Тоже, видать, проведено кометы, говорит Господа, нет, нет, нет Сейчас я вам все об этом самом вине кометы разобъясню Со мной Давай разъясни, посмотрим Вот, 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 вот Возьмем одну поэтическую строчку из Пушкина Вина кометы брызнул ток И вновь огромное поле деятельности для вашей фантазии Это о чем? Просто о шампанском О шампанском какой-то особой марки Или, быть может, имеется в виду шампанское Вполне определенного года выпуска Три варианта Вполне точно написано Вина кометы брызнул ток Вспоминайте Вспоминайте Третье У нас готово С какого-то года выпуска Какого-то года Выпуска какого года не помните? Какого года не помню У вас? Не скажем Лен, у вас? Ну, я придерживаюсь Мы придерживаемся такой же версии Шампанское какого-то определенного года выпуска У вас? Да? Какого года, про что разговор, логика, ничего Не можете рассказать вы? Да? Кто знает? Может быть, какая-то добавка Комета Галея И что? Пролетала комета Галея И брызнула шампанское Ну, конечно Мы поменяли ответ на тот, что речь идет о шампанском определенной марке Ага От ланинского редерера трещит и пухнет Интересно. Так, это вы меня сейчас изумили. Вторая? Ну-ну, остроумно. Вы принимаете вино определенной марки. Год, марка. А что красные-то такие? Марка, подожди. Марка. Марка, марка, год выпуска. Давайте послушаем правильный ответ. Вино кометы. Так называлось шампанское урожае 1811 года. Когда в звездном небе висела большая комета, ее видел Пьер в «Войне и мире» Толстого. Шампанское, выпуска 1811 года. Зеленый ликует, по 100 вверх. И очередной заезд на колесе истории по каретам. У меня есть время задать вопрос нашим уважаемым телезрителям. Одна из улиц Москвы в конце 17 века носила, как и сейчас, название «Солянка». Откуда пошло это название? 17 век. Солянка. Ну, хорошо. Теперь, стало быть, кто у нас останавливал карету? А теперь вы, пожалуйста, в любую секунду оставите карету. Стоп! Стоп! Желтая, зеленая, красная, желтая, желтая, красная. Ну, ни у кого не совпало. Не беда. Эти аплодисменты лишнее доказательство того, что вас выпьет и без этого. Со временем кто-то из великих сказал, история развивается по спирали. Потом это было немножко перефразировано в том смысле, что новое – это хорошо забытое старое. В чем мы сейчас с вами и убедимся. Если вы помните, несколько лет тому назад, вдруг по Москве, по-моему, даже не только по Москве, милиция вдруг стала проверять фуры, следующие в Москву, в частности. Большие города, но в том числе и в Москву. Проверялись практически все фуры. Между тем, ровно то же самое действо мы можем углядеть в летописи, описывающие 30-е годы 19-го столетия. Ну, просто абсолютно то же самое действо. 30-е годы, век 19-й. Через нашу заставу просто так и муха не пролетит. Ага, муха. А есть у тебя разрешение на пролет в Москву обер-полицмейстера? Ага, не слышу. Ну, тогда и не обессудь. Готово сердечное, уже десятое за сегодня. Ваш сын... Что? Кто? Откуда? А как я опять проспался? Пропал, сукин сын! Никак тебе отважно! На посту не спим, не имеем права! А? А? Кто? Кто? Куда? Стой! Руки вверх! Е-е-е, мы ж сосновки вашу по шанечку везем. А ты привел с чего велено? Ох, садка, как же? Сейчас без он его теперь, и через Некрой едешь, ну, первопрестольную-то привезли. Верно излагаешь. Сиде есть распоряжение самого оберполицмейстера. Так что иди, он ее сгружай, и поезжай себе! Давай! Пошел! Давай, давай! Спасибо, Бог, что... Спасибо! А с тобой я разберусь, Атакин! Не виноватый я! Проскользнул вашество! Смотри у меня! А? А? Это-то... Давай! Итак, 30-е годы, век 19-й. По приказу московского оберполицмейстера осматривались все фуры, въезжающие в Москву. Так вот, в чем вопрос. Что обязательно должен был привозить в Москву торговый люд? Без чего вообще в Москву не пропускались фуры? Вообще никакие? Что это такое? Без чего нельзя было въехать в Москву торговать? Вот вам, к примеру, несколько предметов. Вот бревно, вот кирпич, ну, будем считать, вот камень. Вы можете смотреть на эти предметы. Хотите, можете выбрать, подойти, взять и показать, без чего нельзя было въехать в Москву. Хотите, скажите, я сам по вашему желанию выберу, подниму, скажу. Кто знает, без чего в 30-е годы 19-го века нельзя было въехать в Москву? Это камень? Камень для мостовых? Что, 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 что? Есть? Давайте, вперед. Выходите, берите. Так, чего? Говорят, камень. Бери. Бери, вон маленький есть. Вот маленький, да. Ага. Ну, хорошо. Они взяли. А у вас чего? Камень-камень. Камень-камень-камень-камень? А зачем камень-камень-камень? Для мостовой. А для чем? А у вас для чего камень-то? Зачем? Я думаю, что для мостовых. А у вас? Наверное, да. Ну, маленький камень. Ну, только маловато, да. Маловато будет. Ну, маловато будет. Итак, давайте сюда я подержу. А хотя, знаете что, держите. Вы стоите здесь, вы имеете право. Итак, все сожлись во мнении, что в 30-е годы 19-го века в Москву по приказу московского оберполицмейстра кто бы ни приезжал торговать, обязан был везти с собой булыжный камень для мостовых... Так? Так. Правильный ответ. Вот как звучало распоряжение оберполицмейстера. Недостаток в Москве булыжного камня, потребного для мощения торговых площадей, побудил сделать распоряжение о привозе в Москву торговцами по одному камню. Ис! Давайте продолжим с постановлений. Вообще, на Руси постановлений всегда хватало и хороших, и разных. Удивительных, замечательных, глупых хватало. Давайте немножечко коснемся, ну, в связи с разговором о разных постановлениях и распоряжениях, одного... одного, я бы сказал, такого необычного постановления, которое когда-то было издано. Издана. Эй, служивый, потерял что-то, может, помочь? Ага, это ты? Да. Я говорю, тебя разжаловали, что тебя уж ночью, говорю, у тебя сна-то ни в одном глазу. Ну, ну, так, Юлая Павла, тут какое дело? Сегодня государь-император в Москву приехали и в аккуратно Тверском бульваре увидели среди зелени какие-то палки. Ой, а чё же? Нет, Юлая Павла, у нас вон Сосновке-то иной раз среди зелени такое увидишь. Так и кто у вас? А у нас, а у нас в Москве сие не положено, и посему велено было всему наличному составу в одну ночь убрать все эти палкики. Ну, в общем, убрать с глаз долой. Теперь вот ищем. О! Здесь тоже они? А что же это? Палки-то такие зловредные. Так и кабы знать, чё за палки? Давно бы в постели были. А так уже полночи колбасой ношусь, а ещё ни одной маломайской приличной палки не нашёл. Вот так-то, ёлый палки. О! Там тоже нет. Ну, пойдём. Нет эти палки-то, а? Вместе, может, поищем. Может, вместе найдём. Кто за палки-то такие? Да, 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 да. Проезжая, император обратил внимание на явление, показавшееся ему совершенно неуместным, был в гневе, повелел немедленно он её убрать. Как нынешнее, по нынешнему говорить, весь обком был в потрясении и в ужасе, то есть всё руководство вздрогнуло. За ночь было убрано всё. И к утру императору было доложено, ваше императорское величество, согласно вашему распоряжению, палки убраны. О чём речь? Какие палки? В городе? Какие палки? Чего он так разгневался? О чём разговор? У нас есть версия, что, когда император проезжал, ему в колёса попали какие-то палки. Сейчас мы выясним, откуда эти палки могли взяться. Палки в колёса? В этом смысле? Вставляли палки в колёса императору? Нет, и это вызвало его гнев, видимо. А какое время года было? Что-что? Время года какое было? Ну, скажем так, это было начало лета. И более того, я готов в данном случае, мне ужасно понравилась эта версия, поэтому я позволил себе, как бы сказать, ну, пойти у неё на поводу. Тем не менее, это начало лета. И это важно, потому что это имеет отношение к времени года. Какие-то ветки отмёрли, их, видимо, либо отстригали, либо они сами упали. И это после весны естественный процесс. Ну, просто сушняк валялся. Да. Деревья, да, у нас сушняк. Сушняк валялся. Да, сухие. Ага. Новая посадка. Сажают деревья. И рядом втыкают палочки. А, поддержки такие. Подставочки. Ещё одно. Это палки. Палки. Палки, а не ветки, то есть. А, не могу вам это сказать. Не могу, но было конкретно сформулировано. Убрать палки. Мы всё-таки остановились на версии, что это подпорки. 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 Вы? Мы на своей предыдущей версии, что это обрезные ветки. Обрезные ветки у саженцев. Да? Ну, сажен, у новых, да? Или у тех, которые цветут вот сейчас. Да. Да, правильно я говорю? Такую процедуру же повеснить. Я принимаю только ветки. Начало лета. Я принимаю только версию. Вы обе утверждаете вместе с товарищей, что это палки, подпорки для новых насаждений. Да? Палки, конечно. Очень хорошо. Сейчас мы узнаем правильный ответ, который меня, например, интересует ещё больше, чем вас. В Николаевскую эпоху по Тверскому бульвару были высушены шелковичные деревья, поздно тающие леску. Их-то и принял государь за палки. Не угадал никто. Поскольку на самом деле конкретно речь идёт о том, что шелковичные деревья очень поздно дают листву. Они, конечно, растут, но очень похожи просто на палки. Начало лета. Листва у них гораздо позже появляются. Он их принял просто за палки. Поверял все убрать. И эти дураки за ночь срезали все шелковичные деревья, которые должны были расти и росли на Тверском бульваре. С этим сделать ничего нельзя. Заставь дурака Богу молиться. Дальше вы знаете. Хорошо. Наступило время задать ещё один вопрос нашим уважаемым телезрителям. Итак, в 1792 году кузнец Черная Гроза из села Ключи сделал крылья самые мягкие, как пух из ястребов и рыболовов, и по приличию на ноги, тоже на хвост, а на голову, как шапки с длинными мягкими перьями. Летал так мало дела. Ни высоко, ни низко устал. Спустился на кровлю церкви. Крылья он сделал из проволоки и надевал, как рукава. Вот. Какова дальнейшая судьба первого воздухоплавателя и его крыльев? Это вопрос нашим дорогим телезрителям. Давайте по каретам. У нас ещё один «Заэс колеса истории». Ну-с. А вам слово. А вам. Вам время командовать. Да, с удовольствием. Стоп. Давайте смотреть. Жёлтая, красная. Красная, зелёная. А здесь красная, жёлтая. Не совпало ни у кого. Ну, ничего не поделаешь. Ничего не поделаешь. Эти аплодисменты всё равно встречают вас. Тема, которой мы сейчас коснёмся, известна вам со школьной скамьи. Ревизор. Ну, уж казалось бы, ревизор. сломать наскоро старый забор, что возле сапожника, и подставить соломенную веху, чтобы было похоже на планировку. Оно чем больше ломки, тем больше означает деятельности градоуправителя. Как же это, Антон Антонович, что же это, а? Зачем же к нам, ревизор? Такая, видна, судьба. До сих пор, благодарение Богу, подбирались другим городам, а теперь пришла очередь нашему. Говорят, по всей матушке России все будут проверять на предмет взяточное и казнократство, и даже частные дома. Неудобно как-то это, частные дома, а? По-моему, и закона такого нет. Натон и ревизор, что без закона. Да и что такое закон Руси? Закон, что дышло. А что это там за усатый господин стоит? Все смотрит и смотрит. Я давно за ним приглядываю. Вот сейчас он не ревизор ли? Да уж как тут что-то скажешь. С виду вроде как человек не глупый. Так же можно сказать умный. Да уж, непостижим закон истории. Умный человек либо пьяница, либо розу такую состроит, хоть святых выноси. Да, шпага-то вся из сарапана. Проклятый купчишка Абдулин видит, что у родничего старая шпага не может прислать новую. Ох, лукавый народ! Ох, лукавый, Антон Анатольевич! Ох, лукавый! Ну да. Так, работаешь, работаешь. Потом бац, и вторая смена. Итак, ревизор Гоголь. Ответ абсолютно точно выписан в четвертом явлении первого действия. Но я попробую все-таки спросить у вас, хотя полагаю, что вы ответите сразу. Что, собственно, называлось в те времена частными домами? Что это такое? Дома горожан, полицейские участки, богадельни для бедных, учреждения, занимающиеся судными и сберегательными операциями. Дома горожан, полицейские участки, богадельни для бедных, различные учреждения, которые занимались судными и сберегательными операциями. О каких частных домах идет речь? Вопреки версиям, которые высказывает мой желтый сектор, я все-таки возьму на себя ответственность и отвечу сама на этот вопрос. Мне кажется, что это были полицейские участки. Полицейские участки. Очень хорошо. У вас, Изольда, что с зелеными согласия? Полицейские участки. Полицейские участки. Выбрали? Как нет-нет-нет, кричат нет-нет, так что? Полицейские участки. Полицейские участки. Приняла решение. Весь сектор кричал богадельни. Приняла решение. Хорошо, пожалуйста. Итак, полицейский участок, полицейский участок. Полицейский участок. Полицейский участок. Да. Весь лицей принял решение, Что им ближе к полицейскому участку Склонились все Правильно, на самом деле Что называлось тогда частными домами? Частными домами в то время Назывались полицейские участки Мы вспомним с вами один персонаж Который, ну значит вспомним Да и вспоминать не надо, Хлистаков Хлистаков, боже мой Совершенно потрясающий выписанный персонаж Особенно там сцена, когда он истово врет Это что-то потрясающее Надо дать ему должное Что даже в этом вранье чудовищном Была вполне определенная своя логика Врал-то он в общем-то о том Ну как бы гипертрофировал ситуации И рассказывал о том, что он видел Или мог видеть Во всяком случае врал логично В своем времени и в своем пространстве Мы сейчас попробуем Показать вам сценку Аналогичную Хлистаковщине Но только врать мы будем Совершенно отчаянно Так как даже Хлистаков Наврать не мог Вот вы теперь посмотрите И попробуйте определить Чего такого как раз он наврать Не мог Прошу вас Прошу вас Иван Александрович Так вы говорите Вы холостой Да Решите Никак нет Представить Решите представить Решите представить Моя жена Анна Андреевна Моя жена Анна Андреевна Как я счастлив Сударь Что я имею Так сказать В своем роде удовольствие Вас видеть Анна Еще более Приятно видеть Такую особу Как вы Помилуйте судары Я совершенно напрасно Еще более принят Как можно Это вы так Извольте говорить Для комплима Ну никак нет Вообще я не люблю Этих церемоний Я вообще пытаюсь Везде так сказать Проскользнуть Незаметно Ну никак нельзя Скрыться Ну никак нельзя Один раз Меня даже приняли За главнокомандующим Ой Ой Солдаты выбежали Салюты из ружей Выстроили Народу сбежалось Тьма А потом Все же они мне Еще и говорили Ну брат Мы тебя Совершенно за героя Русско-турецкой войны Генерала Скобелева Приняли Да Скажите Да С хорошенькими Актрисами Знаете Знаком Я ведь там Тоже разные Водовичики Пописываю Сват Невпопад Лев Гурыч Синичкин Да Остряпчи под столом Все мое Так вы Еще и пишите Как должно быть Это Приятное Сочините Да Да Я признаться Литературой существую Моих много есть сочинений Я уже даже И названий-то не помню Да господи Что там названия-то эти Литераторы-то Нонти Ну писать-то Совсем разучились А С утра Ко мне очередь Из литераторов Помоги Говорят брат Иван Александров Фу А что делать Что делать Приходится Помогать Так что Ежели вы читали Эти сочинения Лескова Крылова Этого Как его Носатого Гоголь Так что Ежели все читали Все это Мое Да 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 Даже тот же самый Пушки Господи Тот же самый Пушки Да Да Что там Пушки Суткинцы Сам государь-император Мне лично Ой Черт Заело Ваше Превославительство И угодно Я отдохну Ну угодно И вот и комната Пожалуйста Иван Александрович Пошли Узять Ну наврали Во всей этой билиберде Кстати на самом деле Было нечто такое Ну уж совершенно Не мог Листаков Сказать Чего В то время Не было во первых Скоростерильного оружия Потому что Листаков Бум-бум-бум Показал Как бы Подряд Стрельба была Скоростная Записывайте Пожалуйста И так Он не мог Это Пум-пум-пум-пум-пум Поскольку не было Скоростерильного оружия Сомнительно Он не мог говорить Про русско-турецкие Войде? Он не мог говорить про Скобелева. Про Скобелева не мог говорить? Он не мог говорить про Лескова. Про Лескова не мог говорить? Он не мог говорить про Лев Горича Синичкина. Про Синичкина не мог говорить? И не мог говорить про Гоголя, потому что Гоголь в то время не был настолько известен, чтобы о нем можно было говорить и хвастаться как бы его именем. Ну, правда, Гоголь мог себе это позволить. На самом деле... Сам Гоголь, естественно. На самом деле, у нас тоже много версий. С каких до каких? Ну, Ну, совпадающих с Леной, Крылов, Лесков, Синичкин, еще Русско-Турецкая война, государь-император. Государь-император, от чего? От чего это-то тут при чем? Говорят, что он просто не мог тогда выразиться так в адрес. Принимается государь-император. Так. А, Скобелев. Скобелев. Хорошо. Что? Красные. Про войну разговор не мог идти. Русско-турецкую? Русско-турецкую, да. Ага. Имена Лескова. Лескова. Крылова. Крылова. Гоголь. Гоголь. Синичкин. Синичкин. Про императора, про государя. Про императора государя туда же. Нельзя было говорить. И очередь пулеметная тоже не могла никак. Пулеметная очередь. Да. Я там ничего подобного не слышал. Ну, стрельба, вот про стрельбу. Так, скорострельное оружие. Все? Скобелев. Скобелев. Давайте послушаем правильный ответ. Ревизор был написан в 1836 году. И Хлистаков никоим образом не мог соврать о герое русско-турецкой войны 1877-1878 годов генерале Скобелеве. Приписать себе авторство водовиля Дмитрия Ленского «Лев Гурч-Синичкин», написанного в 1839 году, а также авторство книг Николая Семеновича Лескова, которому в год написания ревизора исполнилось пять лет. Браво! Девчонки, я прошу вас, кроме Изольды, занять свои места в клетках. Изольда, я прошу вас остаться. Мне безумно бы хотелось, наконец, вручить кому-нибудь чек на 50 миллионов рублей телевизионной компании «Каскад», но я лежу на этой приятной возможности, потому что вам за программу надо было проехать тысячу верст, а вы проехали 600. Доберем, доберем, доберем. Говорят, да. Супер игра. Нет, что не говорите, господа, а Веллингтон — это голова. И не говорите, Дорсей вашему Веллингтону сто очков вперед даст. Да уж, Даггер тоже не лыком шипит. Лыком не лыком, а Дорсей повыше вашего Даггера будет. Ой-ой-ой, испугали. Да ежели вашего Дорсея снять, то нашему Веллингтону и в подметки не годится, не говоря уж о Даггере. А ты мне Даггера не трожь. За Даггером можно и склопотать. Моя жена знаешь, как его уважает? Ежели бы, говорит, не Даггер, то я за тебя, Ваня, не вышла бы. Нет, господа, темный вы все-таки народ. Жалкие, ничтожные люди. Нет вас стремления к высокому. Пойду-ка я лучше туда, где оскорбленному из чувству уголок. Пивной, наверное, пошел, обидел. Да, пойдем и мы найдем консенсус. Даггер, Веллингтон. Это все головные уборы, сыр-бор вообще на пустом месте. Вот эти шляпы, будьте любезны, вот эти головные уборы. Изольда, вам осталось только определить, где тут Веллингтон. Вы должны будете сделать шаг в сторону вот того головного убора, которым, как вам кажется, называется Веллингтон. Да куда хотите буквально. Я сюда иду. Вот туда? Да. Уберите эту. Тут, понимаете, какая штука? 400 верст. Так, просто. Сто. Сто. Девести. Если вы шли в правильном направлении, и это называется Веллингтон, то вы получаете чек на 50 миллионов рублей. Вопрос. Один из самых больших сервизов из серебра был подарен в 1774 году императрице Екатериной II своему фавориту. Общий вес этого уникального сервиза превышал 2 тонны. Какому фавориту Великая императрица сделала такой шикарный подарок? Четыре варианта. Орлов, Зубов, Потемкин, Зотов. Говорят, Потемкин. Говорят, Потемкин? Кто это конкретно говорит? Вот мои зеленые. А если бы вы свое мнение имели, то вы бы сразу угадали, что был это Григорий Орлов. Тот самый, тот самый Григорий Орлов. Теперь давайте проверим, вы вообще туда ли шли, голубушка. Может, и не стоило так напрягаться по поводу Григория Орлова? Давайте пойдем и проверим. Может, это не Велингтон вовсе? Откройте дверцу-то, откройте. Ну, какой же это Велингтон? Пойдем сюда. Пойдем сюда. Может быть, это Велингтон? Ну-ка, а ну-ка. Вот куда надо было идти. Весь зал аплодирует лидеру. Сегодняшняя программа «Колесо истории». И, как обычно, под эти аплодисменты, мы прощаемся с вами на одну неделю. До встречи на программе «Колесо истории». Мы будем рады видеть вас вновь в нашей студии. Субтитры подогнал «Симон»!